Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем ролике пойдет речь о винограде Юпитер. Я расскажу все его плюсы и минусы и покажу его в сравнении на разных участках. Юпитер у нас тут с нейтраном. Значит, вот гроздочки уже начали валиться и зелиться. Смотрим дальше. Вот это у нас. Юпитер. Раз, два, три. Три. И даже тут еще маленькая есть на пасынке гроздочка. Ну, вот еще Юпитер. То есть грозди небольшие, но Юпитер очень сильно вообще зависит от места конкретного. От конкретного места на участке и от конкретного участка. Ну, здесь вот такие грозочки. Как бы более-менее сейчас перейдем на тенилую сторону, потому что здесь от солнца. Ну, вот сейчас вот неплохо видно. То есть вот такие вот небольшие. Но опять же повторю, что Юпитер очень сильно зависит от места. Ходят слухи, что якобы есть два разных клона Юпитера. Один там раньше созревает, другой позже созревает. Не знаю, глубоко сомневаюсь. Еще раз повторяю, что зависит от каждого конкретного участка. У нас братик этого же Юпитера сидит на втором участке. Разница между участками 30 километров. Но тут Костик еще моложе, и там еще Юпитер не созрел. Здесь он уже, можно сказать, даже перезрел. Теперь переходим к характеристикам. Значит, 6 сентября. Ради интереса замерила сахар. Сахар 20 брикс. Ягода вялится. Я вам уже это показала. На вкус ягода сладющая, с каким-то таким приятным, то ли земляничным, то ли каким-то фруктовым ароматом. Такой вкус очень интересный и необычный. Могут в ягодках встречаться небольшие рудименты. И опять же, к срокам созревания, вот в прошлом году, что-то ему по весне не нравилось. Хотя была нормально вызревшая лоза, но почему-то он проснулся из-за мечающих почек. Урожай мы получили совсем поздно. Поэтому еще раз. Вопрос не в клонах, а в том, как себя чувствует конкретно куст, на конкретном участке, в конкретном году. Значит, у самого сорта очень большая сила роста. Огромные, огромные лапушистые листья. Это вот даже еще небольшие. И на самом деле вот отсюда мы его будем убирать, потому что здесь ему тесно. И вот надо нагрузить. Да, вот здесь было тесно. Много всего, много листьев. Поэтому и опыление такое не очень. То есть Юпитеру надо место. Это обязательно. Ну, лоза, в принципе, опять же, если он нормально нагружен, то будет зреть хорошо. Вот на сегодняшний день лоза у нас вызрела практически до верхушки. Но если жрут, то проблема с вызреванием лозы может подхватывать медию. То есть профилактические обработки обязательно. Ну, и опять же, надо следить, смотреть, чтобы он это самое медию не подхватил. То есть глобально проблем нет. Вот смотрите, показываю лист. То есть у нас лист чистый, но только там совсем-совсем на верхушечках была медию на новом приросте. То есть катастрофического ничего нет. Тем более, что здесь достаточно густо. Но, тем не менее, медию может подхватывать, поэтому профилактические обработки обязательны. То же самое касаемо морозостойкости. Почему-то кто-то считает, что Юпитер, она какая-то космическая. Нет, абсолютно не космическая. Я знаю случаи, когда в нашей стране, в Республике Беларусь, Юпитер обмерзал не укрыт, ровно уровни снега. Поэтому Юпитер, хотите результат, значит, надо укрывать. Но при этом, несмотря на его некоторые недостатки, аппыляться он тоже может по-разному. В принципе, даже я это вам показала. Ягода очень вкусная. Да, причем это все-таки кишмиш. Касательно использования его в виноделии, не знаю. Я бы, наверное, не использовала. Может быть, когда будет чуть больше урожай. Попробую чисто ради спортивного интереса. Ну, почему не использовать? Да просто потому, что там достаточно такая плотненькая мякость. Мне кажется, что на изюм Юпитера будет классно. Вот эти подвяленные ягодки, вот они обалденные, вкусные. И вот изюм из Юпитера будет классный. Покушать его тоже классно и вкусно. А наверно я все-таки думаю, что есть смысл использовать другие сорта, более для этого подходящие. Вот смотрите, это наш деревенский Юпитер. 22 сентября сегодня. И он, честно говоря, даже немножко не дотянул. Такая терпкая шкурки чувствуется. Ее чувствоваться не должно. То есть дачную уже давным-давно мы съели и забыли, да. А этот вот еще не совсем. Ну, здесь он более молодой. Здесь он не такой сильно рослый. Да, вот как-то ему тут, наверное, тяжеловато пока. Здесь полива никакого не было. Поэтому вот он отстает. И по вызреванию лозы отстает. Вот смотрите, с одного и того же куста взято. Между участками 30 километров всего лишь. И это по дорогам. По прямой тут еще меньше может быть. А вот такой может быть разный. Нет никаких клонов Юпитера. Есть просто разное место. И Юпитер очень сильно зависит от места. Как говорится, чтобы у вас потом не было обид, что вам продавец что-то не то подсунул. Вот для Юпитера место очень характерно. Причем из года в год он тоже может отличаться. Какой-то год созреть рано и все хорошо, какой-то год созреть поздно тоже может быть. Просто знайте об этом. Так что, как видите, Юпитер может быть разным. И урожайность у него может быть разной. И ополение может быть разным. И много еще чего может быть разным. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подведем нажав в кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов и награды. И наши контакты. До новых встреч.